Марк, ну возвращаемся к Италии. К Италии возвращаемся, да. Ну вот к этому самому заявлению, что Европа за эти 20 лет стала беднее, что нам нужна другая Европа и так далее, и так далее. Какая Европа или какой Евросоюз или не Евросоюз устроил бы Италию? Понимаете, всю вот эту предвыборную... А беднее действительно Италия стала за эти 20 лет? Италия, несомненно. Ну достаточно просто съездить туда. Любой человек, который там уже бывал, если он сейчас сюда поедет, он заметит, что неважно, выше это, чем здесь, ниже это, чем здесь, но в любом случае это ниже, чем было еще где-то 10 или 20 лет тому назад. Видимо, на Кипре, на Кипре что-то такое происходит, что... Ну, кияет на зрение, вы понимаете, Кипр... 20 лет. Кипр это как Швейцария. За 20 лет везде выросла. Кипр это как Швейцария. Если бы сказали 10 лет, я бы признал. Везде выросла, все выросло. За 20 лет везде выросла. Даже Греция в 90-е годы была пятней. Я бы хотел закончить. 10 лет, да, конечно, после 8-го года многие упали. Можно? Да. Вся предвыборная кампания в Италии проходила, конечно, под лозунгами... То есть говорили, естественно, про Европу, но на самом деле главными отправными точками всегда были чисто сугубо внутренние, внутри Италии. Это было там повышение или понижение НДС. Это, естественно, миграция, это понятное дело, но рост безработицы, ну и много всяких других таких элементов. Они вернули маму с папой. Это все постоянно обсуждалось. То есть в Италии, ровно как мы видим в ряде других европейских странах, на самом деле на евросоюзном уровне мало что изменилось. А вот на уровне отдельных стран эти выборы очень сыграли на внутреннюю политику, на национальную политику. И именно поэтому этой осенью во многих странах будет, вот увидите, целая череда досрочных выборов. И вот там будет интересно посмотреть, потому что пока что это не влияет. Смерится что-нибудь? Вот видите, Николай Николаевич, а вы говорите, что... Посмотрим, я не политик, я политолог. Да, вот смотрите, да. Савимий, который, казалось бы, основной триумфатор этих выборов, но к нему я бы не относился так. Однозначно, даже с точки зрения наших интересов, наших взглядов на историю, но этот человек, который отказался праздновать освобождение Италии от фашизма. То есть не так все однозначно, как это представляется. Вроде бы он ездил в Москву, встречался с Путиным и пришел с футболкой, на которой изображен Путин, на Красную площадь. Не так все однозначно. Все гораздо сложнее. И вообще главный вопрос, который для нас стоит... Он просто знает, где и что, да. Как он должен выглядеть. Идет к Путину футболка, значит, изображение российского президента. Едет к Трампу, в бейсболке сделала Америку великой снова, да. Приезжает там еще к кому-нибудь, да. С Вадима в Малиновке, власть меняется.